Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас Роблокс, да, спустя достаточно большое время я записываю Роблокс, и у нас сегодня режим SCP-087, ну, 087 должно быть вроде как B, но это не точно, то есть здесь вроде как SCP-087 просто лестница. В общем-то, сегодня я вам покажу этот офигенный режим, вы бы знали, насколько это офигенный режим, как видите, менюшка такая вот, и короче, давайте-ка начинать сразу же, 100% X1. Если что, он так и называется SCP-087, вот. Хорошо, вы теперь внутри. Я думаю, что вас уже проинформировали о 087 до того, как вы сюда попали, так что начинайте спускаться. Офигенно, здесь даже озвучка есть. Быстрое напоминание, игра еще находится в стадии бета-тестирования разработки, поэтому будьте внимательны к возможным ошибкам и ограниченному контенту. Я ставительно рекомендую играть в одиночку на приватном сервере для лучшей атмосферы. В принципе, офигенно. Интересно, что же вы сделали, что вас отправили сюда? Так или иначе, продолжайте спуск. Я и продолжаю. Офигеть, блин. Покачивание камеры небольшое есть. Прям небольшое. Это главное. Вид. Очень офигенный. Очень офигенный. Блин, я не знаю. Мне кажется, это очень классно сделано. Шестой этаж уже. Здесь даже фонарик у нас в руке. О, пока не забыл. Небольшой для вас совет. Если вы вдруг встретите развелку перед собой, старайтесь держаться левой стороны. Ага, будем знать. Восьмой этаж. У нас еще даже несколько зарядок. То есть, у нас заряд кончается. Тоже прикольная механика. Здесь какие-то сарапины уже появляются. Трещины скорее. Отлично. Вы теперь достигли десятого этажа. Все начинается отсюда. Мы начинаем терять сигнал и терять звонки. Так что... А главное то, что есть русская озвучка. О, фига. Номер так странно наклонен. Короче, мне очень сильно нравится. Что-то звук шагов пропадает иногда, правда. Так. Ну, нам либо вниз, то есть, либо направо, либо налево. Нам сказали налево идти. Ага. Здесь просто комната. Ого. Здесь мебель наверху. Ё-моё. Так. Ну, мы сменили батарейку. То есть, она сама сменяется. Ага. А, вот развилка. Понятно. Кстати, интересно, что тут. Ага. Здесь ничего. Так. Ну, значит, слева, наверное. Тринадцатый этаж. У нас сразу же развилочка. Кстати, интересно, где именно батарейки нужно брать. Очень интересно. Так, ну да. Только один проход ведёт сюда. Кстати, у нас был звук. Это чё-то серьёзно похоже на SCP-087B. Но в то же время это SCP-087 просто. Ага. Стул просто. Комната просто со стул. Блин. Очень прикольный режим. Очень хорошо реализован. Просто, чтобы вы понимали, до этого я таких режимов не встречал, чтобы прям настолько хорошо реализованы были. Ля. Бэк Гаммон двигаться. Ля. Офигеть. Офигеть. Бумага читать. Иногда может быть полезным проверять свои окна. Прикольно. Офигеть. Комнатка с запиской получается. Класс. Мне нравится. Текстурки хорошие. Я имею в виду то, что не встречал режима про SCP-087B. Именно такого детализованного. Здесь тоже ничего нету. Так. Когда мы батарейку найдем? А то у меня уже кончается заряд. Очень сильно. Ля. Здрасте. Ты что-то мне сделаешь или нет? Просто стоит, ничего не делает, походу. Да, просто стоит, ничего не делает. Может быть он будет что-то сделал мне спустя время, но у меня заряд заканчивается, поэтому... Мне нужно идти дальше. Дырочки прикольные тоже сделаны. Я считаю. Так, мне нужно найти батарейки. Батарейки, пожалуйста, дайте мне батарейки. Позори тебя. Что? Где? Что? Что происходит? Две, ё-моё. Тихо. Вот этого я не ожидал. Очень дико не ожидал. Ой, всё. Заряд заканчивается. Нет. Не. Иди. Налево. И что мне дальше делать? У меня заряд закончился. Так. Походу нам придётся перезапускать игру, потому что... Всё. Я ничего не вижу. Опа. Вы погибли. The Oath of Manny. Статистика здесь даже есть. Офигеть. Производить. Чё? Ладно. Короче, прям очень интересно. Давайте-ка заново попробуем. Ещё разок попробуем. Это офигеть, как круто сделано. Мне очень нравится эта игра. Этот режим. А... Ля. Я чё-то эту сценку пропустил. Хорошо. Или чё? Чё происходит? Я думаю, что вас уже проинформировали. А чё, почему? Почему я не могу двигаться? Так что, начинайте спускаться. Так как я начну, если... Офигенно. У нас что-то пошло не так. Так, ещё раз пробуем. Вот теперь всё нормально. Блин, очень классно сделано. Ещё это вступление. Вы теперь внутри. Я думаю, что вас уже проинформировали на то, как вы сюда попали. Так что, начинайте спускаться. Интересно, что же вы сделали, что вас отправили сюда? Так, иначе, продолжайте. Так, я дошёл снова до этого места. Вот, наконец-таки, у нас есть дополнительная батарейка. Вот. А то, серьёзно, мне в прошлый раз не хватило света. Но, видимо, возможно, не хватило из-за того, что я медлил. В этот раз не нужно лучше медлить. В этот раз, кстати, другая генерация. То есть, в действительности, здесь точно так же есть разные генерации. Вот. Это, знаете, больше похоже даже на ремейк какой-то. Батарейка ещё одна. У нас ещё одна, получается, батарейка. Теперь ещё более офигенно. Похоже на ремейк игры, кстати, в действительности. Так, здесь, походу, просто закрыты две. Тринадцатый этаж уже. Насколько далеко, я, интересно, знаю, дойду. Вот, таким образом. Здесь, теперь дырочка здесь. Так, пятнадцатый. Опять это записочка тут. А может, это другая? Нет, тоже самое. Ладно. Ну, в принципе, с одной стороны, опять же, типа, здесь более интересно, чем в оригинальной игре. Из-за того, что сделано это более прикольно, что ли. С этими... Нашими похождениями, так скажем. Ага, здесь лабиринтик. Я говорю, здесь SCP-087-B, плюс ещё SCP-087 просто. То есть, как бы, это совместно две, как бы, несколько игры, как будто бы. Потому что SCP-087-B, несколько по-другому там, лестница идёт. И она вообще всякая, несколько другая. Вот. Но в то же время, вот эти вот коридорчики там и так далее. Уже меня это скример не напугал? Но первый раз он меня, в принципе, немножко напугал. Опять почему-то косой знак. Так, что-то батареек я опять не нахожу. Но, в принципе, пока что мне они и не нужны. Так, нам налево. Так. Идём дальше. Позади тебя. Да что позади меня. Ё-моё. Ё-моё. Я опять погиб. Ну почему? Я же обернулся. Короче, походу, не судьба. Мне пройти или всё в этом духе. Ну, в принципе, ладно. Ну, режимчик в действительности офигенный. Мне очень нравится. Вот. Если бы, как бы, доработать его. То есть, это бета-версия. Поэтому, как бы, доработать надо, в принципе. Я так думаю. О, здесь даже 0.30 бета. Ну, в общем-то, пока что на этом всё. Вот такое вот видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А оставляйте свои комментарии. Делитесь с лайками, друзья. Меня также не забывайте нажимать на колокольчик. А с вами был Гоша Севец. Всем дошли встречи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok